Сосед мой, который постоянно ропщит Да, ропщит, и это просто действительно, с таким человеком находиться рядом просто сложно, вот просто внутренность моя противится этому постоянному негодованию, да вот, все плохо и все, и трава не зеленая и солнце не такое Да, хорошо А мы, христиане, должны благодарить Бога за все, мы вспомнили как раз благодарственное Акафист Григория Петра Петра Григорьева Петра Григорьева, да, Игнатий Игоревич? Слава Богу за все Петр Григорьев Григорий Петров Петр Григорий Петров Григорий Петров Слава Богу за все И я призывал всех перечитывать этот благодарственный Акафист Слава Богу за все И одиннадцатый стих Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков Ну, достаточно часто повторяемый в нашей среде этот стих За мной, держись! И этот стих, он подтверждает другой стих, который говорит нам о том, что Слово Божие живо и действенно во все времена И написано в послании апостола Павла не только к коринфянам, но оно и к нам написано Потому и достигло оно нас, достигшем последних веков Мы вот, судя по событиям, которые происходят вокруг нас, в какой ситуации мы живем То, что происходит на Украине, то, что происходит с нами Это можно говорить о том, что, несмотря на то, что Павел Павел говорил, что близко уже время, да, к кончине века живут они Но прошло с тех пор почти две тысячи лет, а мы все говорим, что близко время Но, тем не менее, по событиям, которые происходят, мы можем сказать, что мы все-таки ближе и что мы достигли этих последних веков И тем более это к нам относится, послание апостола Павла к коринфянам И толкование Устращает их в том случае, когда говорит, что это описано в наставлении нам, что и мы должны ожидать наказаний И тем ужаснейших, чем больших дарований мы удостоились И в том, когда представляет им кончину века И объясняет, что вас отнимут муки невременные, но бесконечные после кончины Ибо суд этот уже у дверей, потому что оканчиваются веки мира сего И все эти испытания жизни земной покажутся ничто, как ничто по сравнению с тем, что будет в вечности Как сегодня мы уже слышали в проповеди Хибаточка об этом упоминал Что тело наше будет сгорать, гореть и не будет сгорать Вот что самое страшное Мучения не будут кончаться Мучения, здесь многие испытывают эти мучения Как у нас незабвенная наша сестра Анна Петровна Которая многие годы болела Она болела от недуга физического У нее практически не работали ноги И она воспитывала своих племянников Как собака носила их во рту С места на место Перенала их А кроме того, под старость лет у нее возник еще рак груди Она страдала от этого заболевания И ни разу мы не ощущали ропота Никогда мы не слышали от нее ропота И приходили всегда к ней утешаться Были утешаемы, вернее даже, так сказать Приходили утешать ее А напротив получали от нее утешение И вот эти мучения, они закончились для нее Уже вот она уже несколько лет лежит и упокоилась И мы можем быть уверенными Что она находится в Царстве Небесном Потому что умирая Спрашивала Татьяну, нашу сестру А так ли я умираю? Вот о чем беспокоился человек А так ли я умираю? Не только так ли я живу, а так ли я умираю еще? Вот какой вопрос возникает даже Посему, 12 стих Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть Как любит нас апостол Павел И Коринфян любил и любит нас Потому что до нас достигло это Эти стихи, это послание его достигло до нас И мы теперь должны неоднократно помнить об этом Постоянно помнить об этом Что если ты думаешь, что ты стоишь То берегись, как бы тебе не упасть И многие потерпели кораблекрушение в мире Потому что думали, что они твердо стоят Что они уже теперь спасены И что ничто им не угрожает Опять намекает на тех Которые много надмивались своим знанием Хотя ты и думаешь, что стоишь Однако берегись, чтобы не упасть Ибо сама твоя уверенность, что ты стоишь Показывает, что ты не стоишь Какие слова-то написаны для нас Вот если ты уверен, что ты стоишь И без сомнения Вот это как раз и опасное состояние А когда есть хоть маленькое сомнение А так ли ты это делаешь Так ли правильно ты поступаешь Так ли правильно мыслишь Тогда у тебя возникает Средь за этой мыслью и действия твои Которые приводят тебя к тому, что ты стоишь более уверенно А на основании чего ты должен стоять? На камне На камне веры, которым является кто? Христос Его учение Его благая весть Тебе думается так А на самом деле ты не стоишь Но если и стоишь То при гордости легко можешь упасть И тем не менее Апостол Павел нас также призывает Что мы должны подражать Подражайте мне, как я Христу, говорит он И мы должны стремиться Потому что нас призывают Будьте совершенны, как отец Вас совершенно есть небесный И вот когда мы постоянно будем Себе иметь в виду Что мы должны достигнуть Это совершенство Которое недостижимо В принципе даже человеку Своими силами Вот тогда Мы будем сомневаться Что мы стоим Что мы достигли Еще не будем думать о том Что мы достигли этого совершенства Потому что Идеал Этот совершенный образ Только Господи Нашем Иисусе Христе Может быть И опять же Как любит нас апостол Павел Второй стих И те же слова Двенадцатый стих Вот только что мы прочитали Посему кто думает Что он стоит Берегись Чтобы не упасть И следующий стих Тринадцатый Десятой главы Это прямо золотые стихи Которые нужно нам запомнить Двенадцатый Тринадцатый стихи Вот тринадцатый стих Звучит так Вас постигло искушение Не иное Как человеческое И верен Бог Который не попустит Вам быть искушаемыми Сверх сил Но при искушении Даст и облегчение Так чтобы вы могли Перенести Ну это буквально Нужно понимать Или как Вот этих зажали В администрации Этим коктейлем Молотова забрасывают Они горят А кто-то подошел И ему так и считает Ну это не сверх сил Так что вы могли перенести И уже сорок трупов Ну во-первых Я могу начать Сестры Давайте Поддерживайте Беседу Чтобы это было Не монологом Как это до сих пор До этого момента было А чтобы мы Участвовали все В беседе Я могу сказать Что постигло Здесь же говорится О том Что нечеловеческое Как человеческое Искушение Мы часто И Бог Искушение То не посылает нам Мы сами По своей По своим измышлениям Впадаем В эти искушения Сами создаем Себе эти Трудности Эти ситуации И они оказались В этой ситуации По большей части Потому что Живем мы не так И они живут не так И Господь уже Потому что живем не так И достигли Сами настроили Эти баррикады Сами Внутри себя Построили в начале Их А потом уже На улицах города Стали строить Эти баррикады Потому что Господь допустил Хотите так же Живите Действуйте так Как вы живете Без Бога Своими силами Как в советское время Было В наше время Ну В наше время Еще Когда я был Учеником Так Я спрошу попутно Искушения Говоришь От Бога Не бывает? Я думаю Что не бывает Так Кто на это Скажет что? Не искушает Сатана Не Бог Не Бог Опускает Господь только Допускает Да Допускает Значит Не все знаете Да Ну а вот Слепорожденный Искушение Двух родов Бывает А слепорожденный Искушение Вот этому Слепорожденному Это мы знаем Да Спрашивал Кто Согрешил Он Или родители Его Никто Ни родители Ни он А Господь Допустил Для чего? Для прославления Имени Божия Искушение Двух родов Бывает Да От Бога И от Человеков А что Человеческое И то сатанинское Бывает Очень часто От Бога Только два Болезни И гонения И поэтому Мы молимся Господи Не веди нас В искушение То есть Быть здоровым В здоровом теле Больше сил Так А остальное Все Человек Бог не искушается Злом Вот допустим Я оказался Где-то там Революция идет Ну я не хотел Но получилось так Я только заехал А там революция Переворот Меня заблокировали А да ты такой-то И тоже к стенке Это от Бога Но когда Туже захватили Они на своем Майдане И к стенке Ставят за то Что он воевал За то Что убивал То у него Искушение Это не от Бога А именно Попущено Богом От человеческой Немощи Он хотел Лучший строй строить Они гонялись За правителем Убить его Обстреливали Но он Скользнул Так вот Не веди В искушение Дай силы Здоровья И гонения Чтобы не было Мы все время Об этом молимся А остальное Что муж тебя гонит И прочее Это Ты бы замуж Не вышла Его и не было Рядом Ты искала Удовольствие Вот ты и получила Глотай По полной Городи Нормы Ну и опять же Апостол Павел Говорит Что не попустит Вам быть искушаем Сверх сил Да Вот этот момент Еще нужно обговорить Кто испытал На себе Вот это Вот этот Стих На себе Кто Прочувствовал Кто В жизни своей Прочувствовал Златоуст разбирает Какая смерть Легкая Самая легкая Смерть Утонуть Поперхнулся Сознание Погас Ни мучения Ничего не отрывает Горло Не режут тебе Самая трудная Более Это смерть Это от голода Это растягивается На неделю Больше Вся внутренно Все выходит наружу Человек теряет сознание И грызет косяки Вот даже это Он рассматривает И рассматривая потоп Он говорит Это милость Божия Что люди перестали Дальше грешить Нужно научиться Во всем Видеть милость Божию Пожалуйста Я снова пошла 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 Любовь Николаевна Хотела что-то сказать Я хотела привести слова Из послания Апостола Иакова В искушении Никто не говорит Бог меня искушает Потому что Бог не искушается Злом И сам Не искушает Никого Но каждый Искушается Увлекаясь И обольщаясь Собственной похотью Похоть же Зачав Рождает грех Сделанный грех Рождает смерть Первая глава Послания Апостола Иакова С 13 по 15 стих Так Еще раз Вот где До самого начала Только Не итература Тебе Медленно Пожалуйста В искушении Никто не говори Бог меня искушает Потому что Бог Не искушается Злом И сам Не искушает Никого 14 стих Но каждый Искушается Увлекаясь И обольщаясь Собственной похотью 15 стих Похоть же Зачав Рождает Грех А сделанный Грех Рождает Смерть Итак Значит Вот подряд Два стиха Первый стих Говорит о том Что Бог не искушается Злом Как Игнать их Процитировал И дальше Бог не искушает Никого Никого Ну то есть Искушения Они Вот как Уже было сказано Двух родов Болезни И искушения Которые Прославление имени Божия Когда рождается Ребенок Ну опять же Игнать Болезнинские взрывы Там были И все прочее Но так это же все действия Это человеческие Это же без Бога Все делалось Это атомное орудие Это испытания Все проводились Это без Бога Кто же Бог благословлял что ли Действия Конечно Ну а тут уже Последствия идут От человеческих Действий От их греховных Действий Ну и главное Это Что Мы должны Всегда помнить Что если И допускает Господь Искушение Испытание То Когда мы Взываем к Нему То Господь Всегда Даст силы Перенести Эти испытания И вот сейчас Учитывая эти события Которые происходят На Украине Мы Говорим Господи Смягчи сердца Этих правителей Этих Делающих Беззаконие Этих Бесчинствующих Этих всех И тут же Мы должны Сказать Господи Но не подчится Наша рука Худая Бедствующая Удерживать Твою карающую десницу Потому что Это Карающая десница Господня Которая допускает Эти все события Да Вот Есть Притча Написана Плавильня для серебра И горнила Для золота А сердца Испытывает Господь И вот мне кажется Вот это самое Плавильня и горнила Вот сейчас На Украине У нас происходит Потому что Каждый день Господь нас испытывает В той или иной степени Но когда такое Испытание Это конечно Страшно И дай Бог Чтобы это испытание Было недолгим Потому что люди Это православные В общем-то В большинстве своем Православно Обозначенные Так скажем Вот Насколько они православные Как раз Вот эти испытания И показывают В конечном итоге Чего мы стоим Чего мы значим Что мы собой представляем Так еще Кто Может сказать По этому стиху О себе О своей жизни Ну говорите Когда Игнати Тихонович Посадили в тюрьму То меня с работы Сразу уволили В январе месяце Я так плакала Так думала Ну все Я говорю Где буду работать Нигде не принимают На работу Здесь За что уволили Не так надо А оказывается Из КГБ был Звонок Чтобы меня освободить А потом Я поплакала А потом порадовала Что у меня есть возможность Съездить к нему В этот смертный лагерь В Жанатас После Жанатаса Там в Москву Ну и по всем местам Я проехала И до октября А потом Когда его в марте освободили Мы до октября месяца Жили во Фрунзе Находились Пока у него борода На фреске И вот А потом В октябре месяце Я уже поступила И Куда? Поступила В лифтерную Только приняла Работу приняла В диспетчерскую Ага Закончила курсы Там И на работу А так Нигде не принимали Вообще Чтобы такие И я успока И я успока И я успокою вас С приходом К вам Искушение Убегайте Такая ситуация Человека Вызывает Сельсовет И заставляет Вступать Комсомол Сняли Прямо С работы Не дают Ни пить Ни есть Второй день Идет Это Знаете Это как важно Для Родины Это как нужно Вот то другое Это искушение Ты будешь жить Разве будешь так Тебе еще быкам Хвосты крутить Давай Иван Вступай Будешь с нами Это моего Двоеверного брата Так залучили Он терпел Терпел Третьи сутки И он говорит Согласен Я вступаю Но только вычтите Воровать все равно не буду Меня отец не разрешал Я никогда не воровал У нас в природе Вора не было Пусть я буду Коммунистам Все Ну раз по другому Нельзя жить Но воровать все равно Не буду И скажи На них так подействовать Они прогнали И все Так вот Какое искушение Тут было от Бога И какое не от Бога В этой ситуации Я думаю Тут нужно еще посмотреть Его расположение Хорошей жизни И он думал Я буду тут Столько-то получать В три раза больше Дальше открывается Перспектива Моих детей Буду учить в городе Тогда выехать нельзя было Вот это вот Корень всякого зла Стребролюбия Он мог на этом зацепиться Но он победил это дело Сказал Воровать не буду Его выгнали Я говорю Так сейчас Никак Говорят Они сколько спрашивают Да кто тебя заставляет воровать Так а все воры возьмите Кто у вас тут есть И вы все знаете Что вы воруете Потому что я-то рядом живу Знаю Все А как Солженицын говорит Я впервые спрятался за Христа Когда ему дали уже кличку Ветров Ты будешь сообщать Там он говорит Я не могу этого делать Я христианин Как? Да ты Боевой офицер Капитан артиллерийского расчета Там начинает Батареи Я уверовал здесь Тут от литовцы верующие И у меня видите Показывает щетки свои У него щетки в кармане Там из хлеба делали С сажей Крепкие такие А это говорит Я считал По одной бабушке Которая есть Это не молитва А сколько куплетов Написал стихотворение А у католиков там было Ну поскольку По 30 По 50 А мне сделали 100 Я сказал И они решили Какой крепко верующий А я про себя Стихи-то записывать нельзя И я зачитываю Запоминаю Прохожу дальше До 50-го дохожу И все помню Какую поэму пишу Писать-то нельзя Где у него искушение было А вот искушение Когда подумал А может принять Вот искушение было какое Тогда от меня отойдут И будет все по-другому Но он победил Искушение Испытание Какое дали Господь допустил А то уже гонение Было прямо по вере Так это искушение Было от Бога? Вот Я про кого говорил сейчас? Про Сложеницына? Нет, про Иоанна Про Иоанна Иоанн Лапкин Иван Степанович Ну Господь допустил Допустил А уже от Бога Там где ему гонение началось Гонение Это от Бога А все остальное По-человеческому Тут надо резко разделить Один и тот же человек Один допрос И когда умом он шевельнулся И буду жить лучше Это человеческое искушение Бог допустил Вот я пришел В земельный комитет Там надо было-то Ну и стал говорить о Боге Говорю Вы землю-то отняли Не отдаете потерявку А один мужчина сидит Знаете даже Мужчина мужчине как-то не так нравится Это женщина Какие-то черты Лица другое там А это прям русский такой Высокий Стройный Не толстый Ну Красота Посмотреть на него Гляжу Он меня пальцем манит Выйдите сюда Я вышел Гляжу Он плачет Я говорю А что с вами Рассказывать Говорит Боязно и страшно У меня жена Света Мы душа в душу жили Говорит С ней И просто Ну друг позвал Говорит Котел сделали А обмыть надо Ну я делаю Видишь Не понимаю Говорит Он дырявый был Или что Обмыть Ну бывает Обжимают Там под давлением Да нет Выпили Ну выпили Не одна была Какая-то была Я проснулся С какой-то бабой Сплю Неплохо обмылся Я говорю Пришел ты-ка домой Утром-то И сразу к Свете В ноги упал И говорю Светонька Прости меня Вот я такой Я тебе не верный Муж Теперь как жить-то С тобой Красотка моя Столько мы с тобой жили Я знаю Твою верность И она меня простила Но на душе До того у меня Скверно Жить не за чем Мы жили душа в душу И я незнакомый человек Первый раз приехал в Мамонтово И он сам Исповедуется Так на Исповеде редко Кто-то исповедуется Вот какая же душа-то у него добрая Это у человека Ему искушение подвернулось Где он не помнил Даже не помнил Он говорит Я утром гляжу Лежит какая Я ничего не помню Ну как Лот За черми Вот это искушение А вот теперь Дальше что у него будет Если как-то И это с покаянием будет Это уже Он заболел Допустим подцепил Остался без носа А вот теперь уже дальше будет видно Господь посылает болезнь И все проще На моральное поведение Коммунистов смотрели Тогда партия была А сейчас это не глядят А тогда прямо Могли за это дело Поцепить на портсобрание Такую Хлобучку дать Мало не покажется Я вот Все По сегодняшний день Уже прошло лет 10 Я его все помню Как перед глазами стоит Видишь как Он не умер Давай брат Лиром принимаем Подержите Ну и что вы молчите Ну рассказывай батюшка Что там было Не рассказывай Это рассказать невозможно Надо видеть Рядов наверное сколько 8 так рядов Где этот был то В дворе спорта Еще там Православная выставка Там все продают Там святыни Столько святыни И поди мощи продают Мощи на каждой иконе Все приглашают приложитесь У нас такие это мощи Такие это мощи А кто Тримефонский спиридон С мощами Мощами Чистительной мощей Все есть Вот смотрите Как наша православная Крестоводвиженская община Чтят мощи Это прям продают с мощами Это даром раздают Это даром раздают Такой красивый получатся А это что риза? Да И сколько она стоит? Самый дешевый выбрал Ой какая красота Ну сколько? Тысяч девять Огренится Да ну больше Это больше Восемь девять Ну вот Это самые дешевые Представь себе Что? Я бы в этой ризе сейчас ходил Ты когда меня первого уже хотели рукоположить То до тебя И сколько стоит-то? Там по двадцать были есть По тридцать А это? Это девять Так ты ее от дождя храни Да конечно Так ты ее купил Наверное Над не мучеников надевать будешь? А? А? Над не мучеников? Ну почему над не мучеников? Пасхальная Пасхальная Она красная У меня в Потеряевке есть А здесь нету Здесь старая Уже А это что за парамант у тебя? Это набедренник называется Награда? А тебе награду такую давали уже? Да Это пояс называется Ооо А это бачки Тоже набедренник? Палец Это палец называется Называется Это как будто бы это Воин Да Это все оружие Это поручи Поручи Так это все вместе Или все поврось? Нет Все вместе Все это вот за девять Это все Сторговались мы Так они не торгуются Только цена стоит Нет торгуются Пожалуйста Могут уступить Вот нам они уступили Тысячу почти На востоке Там чтобы не торговать Не продают Это вот Видишь Жена посла Посол И пошла там Ну привезли ее Она подошла Он ей говорит Какая цена Она да что это за цена такая Он называет другой Ну ты-то говори Какая твоя цена Она никак И она со злостью такой Сунула ему деньги Он эти деньги сгреб Как в лицо И бросил Деньги-то Так она разобиделась Мужу сказала Послух А посол А тамошний посол Сказал своему послу И говорит Вы понимаете Вы должны все-таки Были приноровиться Это восток Здесь базарят они Сколько угодно Это его работа Он назначает цену Там в два раза больше И постепенно Снижает Ему сам процесс Вот не торгуете Да когда до реальной цены Дойдет Тогда по рукам Да Вот завтра надо было А он запросил Большую цену Последний день Меньше она А он еще Хотел торговать А то она ему деньги бросила Да подавись За такую вещь Ты столько просишь А он схватил деньги Ей в лицо Бросил и все Дипломатически скандал Было до международного конфликта Дело дошло Ну батюшка Давай Служи как положено А он и так служил Как положено Все бы так служили Ну да Я все думаю Когда батюшка Вот вещь он служит Ну можно было сократить Маленько службу Нельзя Молимся Молимся Опять придите Поклонимся Она подарила бутылку коговору Это нам подарила Подарила Одна Обмыть Обмыть Так ты по форме там был На обмывку А это кубанское масло А тебя знакомых кто-нибудь встретил там верующие Ну знакомых нет А те кто знает кого я знаю Были такие Ну они не подумали что ты мошенничаешь Подвинь меня на священника А чем что я ему 9000 дал Мало я ему сунул Говорит Плащаницу хотел Которая у нас испорчилась Но не было Нет были Но она там очень дорогая Да На 26 тысяч Это я покупал за 600 рублей Но это я давно брал Это еще дешевая 26 тысяч Плащаница 26 Была за 40 тысяч А за что так За мощи Она там вышитая Видишь там по золоту Вышитая Золотом Ну конечно красота Ну там круто берут Или так мало Покупателей Круто Да ну Как сказать Я так что Если кажется круто Сделай сам Но Сам я не сделаю Понятно И никто из сидящих здесь не сделает Вот за молоко За молоко Если дорого Ну делай Дай Не будешь же дай Крошку свою Ну Поэтому здесь как Если мне дорого Она не надо Я не беру А если Надо без этого То Поторгуйся Возьмешь Уже Ну а как Иначе Я знаю Цены Где я был Там и в центре Где вот И в Москве У нас в Барнауле Что было Если в Покровском соборе Продают Я был Ну Цены Цены такие же Там Материалы попроще Еще материалы А цены такие же Есть и дороже Всякие есть Это не Барнаульская Нет Нет Это не Барнауль Это Ижевская 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 Ну а здесь все Из Украины Есть За тебя батюшка Голосовали же Как-то В Синоде Чтоб тебя Епископом Поставить Ты заранее Одежу-то не покупал Да еще чего Знаете Как спросили Был это Путину Задавали Вопросы Там Разного Четыре часа Отвечал И кто-то Задал вопрос А Когда у нас Будет Первая Леди В стране То есть Когда ты Женишься А он Знаете Что ответил Мне вначале Говорят Нужно позаботиться Значит Выдать замуж Жену Говорят А потом уже О себе Позаботиться Так и вам Прежде чем быть Мне нужно было Позаботиться Куда матушка Придел Тогда уже Только Матушка В монастырь Загнал Я туда И все Леди свое Придели Ну так Ну ладно Так Какую тему Разбираете Николай Веди в курс Дела Пока я не был На занятиях Я только что Приехал Ну так Я и говорю Что ввели Тебя в курс Дела Может какой-то Вопрос По теме Будет А Ну говорили Что-то Про искушение Да Вот А как ты Слышал А вот Ну даешь Там ехал И слышал Да Брат Молодец Молились Ехали Молодцы Молились Духовная близость Да Духовный рост На выставке Познакомились Там Люди Общительные Очень Хорошо Прямо В искушение В воле Проходим Проходим И только Два Русских Говорит Идут Пьяненькие И сразу Батюшка Благословим Долларов Сто Наверное Дали Да Да Русские Люди Я смотрю Идут Ну а что Я хожу Там По аэропорту Там Дать Десять Часов Пересадка Самолета А там Идут Китайцы Японцы Там Кто там Идут Никто Даже Никто Внимание Не смотрит Даже Никому Я не должен Никто И вдруг А он Еще Пьяненький Да Как-то Так Полус Сругался Как бы Да К нас же Батюшка Он стоит И сразу Ко мне Подходит Словим Богословим Откуда Чего Да Вот Я говорю А куда Пойдем Показал Мне Куда Касу Мне Билеты Регистрировать Вот Это Все Пошел Отошел Там Возвращается Раз Раз Что-то В карман Достает 100 Долларов Батюшка Я говорю Да зачем Бери Ты сейчас Дорогой Ехать А мы А они Куда-то На Тайвань Летели Там Московская Фирма Потом Пошел Еще Вернулся Ручку Свою Авторучку Достал Ручку Еще Дал И блокнотик Я говорю Ты что Так Это Ну Вроде Ты как Это Ну Выпил Так Второй Трезвый Я Да Я Совершенно Это Я говорю Как бы Тебя Не забрали Меня Да Кто Меня Заберет Здесь Нет Я Везу Себя Культурно Нормально А сам Хорошо Подпитый А вдруг Так Это Более Менее Вот Так Никто Внимание Не обращает А наши Русские Везде Узнают Хоть Какой-то Не было Православный Узнает Там Отовсюду Есть Башкирии С Украины С Афона Даже Откуда С Украины Западная С Восточной Ну Она Видишь Она Только товар Ей привезет С Украины Она Здесь Алтайская Продавщица Помогаю Сафона Монах Продает Оливки Оливковое масло И оливки На развес Такие Зеленые Черные Оливки Ну Еще Там Что Монастыр Монастыря Эфсигема Как там Называется Монастырь Там Самый Такой Монастырь Который Там Ну Восставал Против него Даже ОМОН Посылали Но ОМОН Не стал Его Штурмовать Они Отказались Значит Иерусалимскому Этому Не Иерусалимскому Константинопольскому Патриарху Принадлежит Афон Они Отказались Вспоминать Так Как Он Там В Экуменизме Сейчас Ну И вот Решили Их Там Это Но Потом Как-то Там Замирилось Их Не тронули Их Там В блокаде Такой Там Значит Что Воду Откуда Перекрыли Там Воду Чтобы Вода Не Поступало Там Никого Как Монахи Других Монастырей Тайно Там Где-то Ночью По Тропам Пробирались Пропитание Приносили Этим Монахам И вот С этого Монастыря Там Продают Они Оливки Масло Там У них Оливковые Рощи Мы Проходили Батю Вот Оливки Вот Растет Сказал Что Садил Какой-то Император В общем Ей Почти Тысячу Лет Вот Такое Дерево Толстое Оливки Они Обычно Они Невысокие Растут Кустаренько Это Около Тысячу Лет Этому Дереву Там Оливки Виноградные У них Сады Виноградные Оливки Они Вино Делают Погрева Большие Там Вот Там Овсюду Есть С Татарстана Есть Татарии Продают Я говорю Вы татары Нет Мы Татары Но мы Русские Православные Я говорю Православные Татары Наверное Нет Нет Мы Русские Татарстан Да Монахини Там Есть Много Интересно Посмотреть Там Все Можно Платки Хорошие Продают Ох Платков Колька Завтра Даром Раздавать Будут Последний День Да Не будут Посмотреть Это же Интересно Посмотреть Да Ну Наоборот Ну Хоть Эту Продать Что там Ну Не Протреб Ну Конечно Мед Много Мед Разные Бальзамы Продают Рыба Из Камчатки Камчатская Рыба Ой Дорогая А в каком Валя Сушеная Соленая Копченая Копченая Вяленая В Белоруссии Продают Там Разные Сыры Колбасы Белорусские И дешево Причем Рыба Ну Рыба Полторы Тысячи Килограмм Раз Вяленая От Трехсот Рублей Выше Так там Камбала Ты такую Не видел Как таз Которым Тебе Купали Чуть Вот Меньше Такой Вот То есть Настоящая Рыба Не Всадка Которая Сладает Меньше Корченая Нет Вяленая Свежая Нет Посмотреть Можно Посмотреть Понюхать Там Можно Уже Дают Когор Визитки Я разал Вязал Визит Кончается Я уже Видел Такой Здесь Кто-то На днях Был Говорит Уже Это Здесь Давали Раздавали Визитки Ну Вот Любовь Петровна Потрудилась Мы уже Пошли Награду Забрала Ну Ладно Давай Дальше Ну Так Вот Брат Про Искушение Какого Рода Искушение Бывает Человеку А Брат Николай Раз Урода Женского Вы уже Объяснили Да Я спрашиваю Какого рода Искушение Бывает Человек Разного Бывает Рода Мужского И женского Другой Сидят Взяли Вы Выпивали Ну Взял Да Поперкнулся Вот Вот Искушение Говорит Вот Искушение Да То есть Какого рода Искушение Разное Ну Так вот Последний Та стих Вы Который Прочитали Итак Возлюбленные Мои Убегайте И до Заслужения Ну Мы Говорим Что Вот Это Послание Апостола Павла Коинфяна Относится И к нам Относится К нам Или нет Конечно Как Относится Да У меня Не по этому Стиху У меня Был вопрос Я хотел Задать Ну Давайте Сначала Это Потом Я Вопрос Давай Говори Как Относится К вам Ну Все Писание К нам Относится Ну А как Относится Ну Что Мы Изовслужением Что ли Занимаемся Иногда 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 Конкретнее Брат Вот Сейчас Мы к храму К храму К дворцу Подходили И там Какой-то батюшка У меня есть На телефоне Он Под гитару Сел Ну Песни Валерий Лабякин Да Мы Не стали Слушать Но Он Говорил Как бы Кратко Перед Каждая Песня Пояснение Он Говорит Что Иногда Мы Живем Неправильно Непохристиански То есть Уклоняясь В язычество А в чем это заключается В поклонении Вещам Ли Людям Ли Сверхмеры И вообще Поклонение Любой вещи Кто-то Валенку Кто-то В тополь Кто-то В игрушку В какую-то Ребятишке Эгоизм Это вверх Это уже Вверх Вот Вот Может быть Из этого И вытекает Вопрос Вот для Иова Многострадального Я вчера Там на работе Беседовался У нас У мужчины У него Беда большая Сына сожгли В машине Убили И сожгли В машине Ну якобы Я говорю Может не его Он говорит ДНК отправил А там неизвестно Ну не в этом дело Я ему про Иова Рассказываю Что Бог дал Бог взял И Иова сказал Вот Для Иова Это было Искушение Или испытание То есть Одноволи Вида Вот эти Ну действия То есть Бог попустил Да Сатане отдал Бери его Только душу не трогай А тело Все твое И сатана Все забрал Детей Богатство Брали Всего лишил Даже жены Наверное не было Или не знаю Была она Ну где она была Когда он На гноилище Искушение Как раз от нее Было Женского рода А почему Она ему не помогала Там повязки Не делала Подожди Водичку Ну вот То есть Это было испытание Его На верность Или искушение Николай Ты не забывай Что Больной Проказой был К нему нельзя Прикасаться Никто не имел Права перевязывать Его Ну приносила Поставила Ушла Все Он выгнали Его То он должен Там был Доживать И помирать Кам и грядешь И вспомните Они жили там Вот и все Так вот это как Это одного поля Ягоды или нет Испытание Искушение Искушение от Бога Болезнь и гонение Вот это надо запомнить А остальное Все человеческое Или сатанинское Да От него не зависело Господь допустил Болезнь Все А гонение от друзей Это тоже искушение Это гонение было Они его обвиняли И тебе мало Бог дал счастья По потере близких детей Всего имущества Это что? Это Потеря Бог допустил Искушение от Бога Это от Бога Все это было от Бога А искушение Когда он не перенес гонение Вот это вот Проявил ропот Это уже человеческое началось Еще он задает вопрос Испытание и искушение Это одно и то же Одно и то же Конечно Это синонимы Ну перевозчики так перевели У нас написано Господь и Господин А во всех языках Там одно слово Гер Больше еще нету Или лорд Да Это у нас видите Щело Лоб Очи Глаза Рот Уста А там нету А там мунд Ай Все Ну у них бедный язык просто Самый богатый язык У немцев то Да Чем меньше страна Тем беднее Тем беднее язык Дальше Толкование на этот стих Ну брат Правильно ответил Да Есть возражение Конечно правильно Ответил брат Что тут Идола Можно сделать Из чего угодно Прежде всего Из самого себя То есть Свой эгос Прежде всего Когда ты будешь О нем больше всего Беспокоиться То это и будет Твоим идолом Или может Идолом стать Близкие твои Которых Ты печешься Более чем нужно Которые становятся Преградой Для служения Богу Толкование Так как сделал Им достойный Упрек То теперь Заглаживает его Называя их Возлюбленными И так Возлюбленные Он обращается Возлюбленные Мои Впрочем Он Воспрещает им Есть и доложенцы Но не потому Только Что это Вредно Для братьев Но порицает Это дело Само по себе Называя Оное Идослужением И требуя Строгого И требуя Скорого От него удаления Ибо Говорит Убегайте Ну Я бы сказал Даже еще более И приближаться К этому не нужно Не только Стремиться Нужно не приближаться Даже к этому 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 Идослужению Может явиться Много В нашей жизни То есть Нужно следить Строго За своей жизнью Чтобы Не делать Из Окружающих Предметов Близких Людей Идолами Что прежде всего Мы должны Служить Кому Богу Богу Троице Единосущной Последний Я полагаю Стих На сегодня 15 стих Запомним 15 стих Первое Послами Апостола Павлом Коринфянам 10 глава Я говорю Вам Как Рассудительным Сами Рассудите О том Что Говорю То есть Обвинил Их А потом Сказал Возлюбленные Еще Больше Говорит В следующем Стихе Обращается К ним Как Рассудительным И Призывает Их Рассудить Сами Рассудить О том Что Говорю Толкование Назав Делай Их Идолослужением Приписало Им Великое Преступление Теперь Смягчает Строгость Своего Слова Самих Виновных Поставляет Судьями Что Свойственно Только Тому Кто Несомненно Уверен В истине Своих Слов И Говорит Я Не нуждаюсь В других Судьях Вы Как Умные Сами Судители Но Есть У меня вопрос Вот мы говорим Заповеди Заповеди Евангелие Читаем А вот Если я буду Точно Исполнять Как Написано Не буду Я втягать Людям Окружающим Меня Обязательно Говорите Отвечайте Я думаю Что Обязательно Втягность И даже Даже Более Того Ну Никто Не потерпит Не просто Втягность А даже И терпеть Не буду Изгонят Изгонят Вот если Точно Исполнять Заповеди То люди Которые Рядом Со мной Перенесут Они это Или нет Или Заропщут Так а Стих Так какой Домашние Ваши Драги Ваши Вот пример Я стою В казарме В лагере Арестованной Меня инструктирует Вот смотри Чтобы никто Чужой Не зашел Только офицер Если офицер Зашел Значит Крикнуть Встать Смирно Там Как военная Дисциплина Это В заключении Когда я был А с другой Вы видите Повязка у него На груди Нашивка Это другой А они приходят Там То шиферить Надо Что-то Принесли Который Дает Министр Ухтаж Он требует Полного Исполнения И гляжу Уже Который До меня Стоял Они его Бьют Свалили Бьют Падло Тебя Кто Сбал Ты Пришел Сюда Ты Что Ну и Все А я Исполняю Вот он Приходит Один Да мне Надо К начальнику Команкулову Прийти Он Сказал Никого Не пропускай Только офицера Да как же так Я хожу Все время Я сказал Нельзя Ну еще Драться будем Или еще Ну иди скажи Я сказал Вот правильно Ты сделал Он вышел Взял Еще надо У него Проходит Маленько Еще один Пришел Опять Я опять Вызвал И в третий раз И гляжу Он подошел Знаешь Ты на вахте Больше стоять Тут не будешь Иди отдыхай Я тебе запишу Что ты тут был То есть Я совершенно Не нужен Я торможу Их Фанатиков Таких Не нужно Ну вот Я рассказываю Как Я на базе Здесь когда работал Меня поставили Начальником отделения По пожарной охране Курить на территории Нельзя А начальник идет И курит Его все разрешается Иван Пантелеевич Мироненко Коммунист Я мигом соскочил Из осторожки Догнал его Здравствуйте Здравствуйте Иван Пантелеевич Курить здесь нельзя Так вы что Мне замечание делать Разницы нет Огонь загорается От вашей папиросы Я сразу Развернулся И назад Он видимо Хотел Зам Спасить Рыжков Михаил Федорович А он говорит Он прав Вы же Проинструктировали Курить нельзя Он и сказал Гляжу Начальник Помрачнел Если я все Буду делать Как положено Что со мной Будет Приходит Секретарь И говорит Сделает Двойные двери Я говорю Зачем Начальник материться По телефону Невозможно Она секретарь Рядом И бухгалтерия Я говорю А почему ты не скажешь Уволят сразу Я пошел За складами Я говорю А вы почему молчите Он же матерится Все время А почему не говорите Он же уволит Или недостаща будет Я пошел Главному инженеру Я говорю А вы то что молчите Он же смотри Что делает Я машину ремонтирую В теплом месте Он меня скажет Выкинуть на улицу Сейчас И моя машина Не отремонтирована И я понял Никого больше нет Неуязвимого Один я Как в патриархии Я тогда пришел К нему И говорю Иван Пантелеич Дверь велят делать Какую дверь От вас Почему Да материтесь сильно Секретарь Все недовольны Я главному бухгалтеру Сходил Она говорит Он премии лишит меня сразу Он как взъелся Да вы что Это мне Вот очень такое А сам видно Что малограмотно Я говорю Такой стиль руководства Партия давно осудила Я иду сейчас в управление И буду разговаривать Там Видимо это коснулось А я сразу смотался туда Поговорил с парторгом Над управлением Парторг явился В этот же день И меня вызвали Уже видимо с ним Переговорили Он гляжу Как проткнутый шар сидит Ему говорит Если надо ругаться Вы в сад свой Поезжайте И там Вы ругаетесь Я говорю Вот как он будет ругаться И вот это все Вырастет у него на ветвях Какими он членами Это распузырился И все Наши отношения Наши отношения хорошие Остались Понятно Если правильно Все исполнять будешь Что ты нигде не нужен был Или тебя зашибут Ну или ты уйдешь Если депутатом избрали В течение Полгода ты не исправился Мафия тебя сметет там Или ты будешь Такой же как все Я знаю только одну льготу В Томской области Был какой-то афганец Безногие Депутатом выбрали Никого не боится Да к нему говорит Что-то не весь город стекался И с ним никто Ничего не мог сделать А почему Да кого бить-то Ты посмотри Уродина такая А он свое дело делает И его раз за разом Ну как у нас тут Рыжкова Выбирает депутатом Ну это не в городскую В городскую думу-то Значит по правде Поступать сладостно Перед Богом Ты прав Не смотри Не бойся Ничего тебе не сделают На меня как злобится Патриархий Они ничего не могут сделать Они из-за мощей Вы надругались Над мощами Я говорю И где Но вы сказали Захоронить надо Я выполняю Божье повеление Я не захоронил нигде Я только сказал Это частное мнение Он сказал Ты прах В прах Возвратишься Вы что можете Оспаривать это Там же Говорится У жены Будет влечение К мужу И что теперь Это то одной Еве Было сказано Мука будешь рождать Ты без мук Рожала хоть раз Или нет Один раз Когда за меня Вообще Вся община молилась Я как в сказке Рожалась Это Маша Ну во всяком случае Все равно У тебя было Не стакан чая выпить Да Ну вот Поэтому В мощи Должны быть захоронены Так они меня Сейчас искушают Задают Дух Святой Живет в мощах Или нет Я говорю Духа Святого Больше делать нечего А Христос Живет в мощах Это священники Мне вопрос задают А я в ответ говорю Не искушайся Так они сейчас На меня там опять Бойню поднимают Новую Я ничего не сделал Я виновен Вызвите меня на суд А что вы подковырничаете Сбоку Христос живет в мощах Это надо додуматься Христос сказал Мы с отцом Придем обитель У него сотворим Речь идет о живых А мертвых А мертвых Как было Так и осталось Прикосновение к нему Что делать с человеком И не надо выдумывать Считаем Да это в Ветхом Завете В Новом Завете То же самое Убили Степана Написано Мужи благоговейны Сделали плащ И похоронили его Похоронили Не стали резать его на счастье А Осипов говорит Но Это мощи выкапывают А там обретение мощей Это разные вещи И какая разная Это грамота его Выкапывали А обретение мощей что Копали фундамент Нашли какой-то гроб Показалось благоухание И давай считать Это бывшего настоятеля Ни данных Ни паспорта Ничего нет Этих мощей Может быть там Один процент Только принадлежат тем Кому они приписываются Вот и все Ну нет Никакого даже Ни доказательства Ничего нет А я виноват Я чту мощи Очень сильно чту Я прошу собрать все Отовсюду И захоронить С почестями С песнопением С кадильным дымом С присутствием Епископа и патриарха Так Ты спишь далеко Будет видно Нельзя спать Главное Спит Василий И спит Васильевна И главное Дочь царя Переводится Дочь царя Это царь Сын царя Все Заканчиваем Заканчиваем Передавайте камеру Брату Пусть он Пусть он снимает А вы Молиться Вот ничего не надо делать Николай Смотри Только чтобы на эту Наводить И все Нигде ничего не нажимай Руху сюда просунь Вот так Все На эту рамку смотри Нигде Никакой пленки К кнопке Не присоединяйся И мы это сделаем Поднимай пока Так Все Боже милостив Будь мне грешному Создав имя Господи Помилуй Бесчиславец Грешил Господи Прости меня Грешен Христос Воскресе Из мертвых Смертью смерть Поправ Сущим Огробе Живот Дорова Христос Воскресе Из мертвых Смертью На смерть Наступи И гробном Живот Дорова Слава тебе Милосердный Создатель Благослови нас Быть твоими Благовестниками Проложи этот Путь наш Как угодно тебе Пошли новых Жителей Знающих тебя Любящих Уставы твои Расширь пределы Наших общин Дай нам еще Священника И место для занятия И место Где мы должны Остановиться Укроти Мятеж на Украине Пощади Наших братьев И сестер Услыши Владыка Приготовь нас К встрече с тобою Матерь Божия Покрой нас Самоформу любви твоей Приготовь сердца Людей Наши сердца На эти встречи Хвала тебе Честь и поклонение Отец, сын и святой дух Аминь Услыши, Господи, молитву И воздияни рук Как жертву вечерней Благоухания Приятная перед престолом Благодати твоей Господи Соедини нашу молитву С молитвой всех святых Молящихся тебе На небе и на земле Услыши И исполни молитву Всех Молящихся о нас Во благо нам И прими нашу молитву О всех западавших Нам молиться Спаси их и помилуй И сестру нашу Валентину Проведи по мытарствам И веди на веки Вечное Царство Христа Бога нашего Аллилуйя Аминь Аминь Спаси Христос Спаси Христос Вот так Вот так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому